Стройбетон производит все марки товарного бетона и строго по ГОСТу. Ильинская Слободка, 42. Гадюки нападают. Этой весной ядовитые змеи проснулись не в духе и отличаются повышенной агрессивностью. С начала дачного сезона от змей пострадали 6 человек. И это только те, кто обратились к врачу. Больше всего гадюк в районах Ялоги, Решетникова и Слободы. Они обитают в лесу, на открытых лужайках или вблизи водоемов. Чем опасен укус гадюки и как оказать первую помощь, расскажет Евгения Цветкова. Они проснулись и поползли к людям. Ядовитые змеи Подмосковья. Самый распространенный вид – гадюк обыкновенная. По приблизительной статистике в Московской области обитает более 150 тысяч змей. При этом площадь змеиного населения неравномерна. Самые гадючные места Подмосковья – Егоревский, Орехозуевский, Шатурский, Дмитровский и Клинские районы. Жители Ямоги бьют тревогу. Летом началось настоящее нашествие змей. И это не безобидные ужи, а ядовитые гадюки. Истории страшилки местные рассказывают наперебой. Ой, у нас в Ямоге много змей. Иду по дороге, а она ползет здоровая такая. Ну и это самое. Даже страшно ходить. К некоторым подползают змеи к домам. Сижу, читаю. Смотрю, что-то ползет. Я испугалась. А как раз сын здесь был. Я говорю, Женька, лапату тащи. Один на один с гадюкой оказался Игорь Кузьмич. Две недели назад пенсионер пошел в лес за грибами. Один необдуманный шаг, и гадюка сделала бросок. Ногу от укуса защитил резиновый сапог. Я вот так ногой двинул, а она, смотрю, поползла, и потом зашипела на меня. Трогать не надо. То, что я делал, не надо было делать. Специалисты заверяют, гадюки змеи не агрессивны. Первые не нападают. Но если все же змея укусила, медлить нельзя. Вот меры первой экстренной помощи. Выдвить яд, обработать рану любым дезинфицирующим средством, спиртом, зеленкой или йодом, наложить стерильную салфетку, принять противоаллерген, например, супрастин или тавигил, и как можно больше пить теплой воды. Самое главное – сохранять покой, чтобы яд не разлился по организму. И, конечно же, обратиться в приемный покой. Первые 24 часа после укуса, если не оказывать помощь, то конечность, самое главное, появляется краснота, отек, боль в месте укуса. Это может синева, кровоизлияние, может, допустим, укус был на одном месте, разлиться на всю ногу. Может быть головокружение, тошнота, рвота, потеря сознания. Это же яд, и поэтому яд может подействовать на почке. А поэтому помощь, конечно, квалифицированная должна быть оказана в лечебном учреждении. При укусе гадюки ни в коем случае нельзя резать и прижигать рану. Так можно занести инфекцию. Накладывать жгут врачи тоже не рекомендуют. Потому что вы зажали, допустим, не идет яд, а яд-то он остается. И когда развязывается жгут, резко большое количество яда проникает в кровяное русло, и резко человеку может стать плохо. По словам специалистов, в Клинском районе обитает единственный вид ядовитых змей – это гадюка. В основном она встречается на открытых лужайках, вблизи водоемов и в лесах. Поэтому бывалые грибники предостерегают и советуют. Стараться отойти от нее, если особенно увидишь ее и далеко, от нее просто надо отойти и все. Так вот ее надо аккуратненько палочкой, что иди, иди отсюда. Мы не боимся в лес ходить. Мы знаем, что это. Вот идешь, и они уползают. Самое главное – их не трогать. Если не хотите встретить ядовитую змею на своем дачном участке, нужно соблюдать чистоту, порядок и вовремя окашивать траву. Евгения Цветкова, Юлия Левицкая. Новости дня. Какой красавчик.